Покемон Блэк 2 Покемон Блэк 2 Ну да, иногда вместо того, чтобы покемон три раза встряхнулся перед поимкой, он встряхивается один раз и покемон тут же ловится, или выламывается, да. Какая-то странная, конечно, вещь, но, в общем, плевать. Мой покемон и я любим смеяться. Когда один из нас начинает смеяться, мы оба начинаем смеяться. Гуахаха. Да? Этот няшечка Мин Чино тоже умеет смеяться, как бешеный жирный идиот? Или Чин Чино? Нет, Мин Чино, вроде бы, Чин Чино или Цин Цино, как правильно читается, это уже эволюционировавшая форма. Ну ладно. Что тебе нравится на ТВ? Мне нравится Леди Ива Чувачок. Нет, спасибо телевизору, это всё-таки не для меня, тут и так хватает развлечений. Да и телевизор всё равно не посмотришь, только опять-таки тексты одни. Ну-ка. 11 этаж. Как-то странно, это как рандомные этажи выбираю прямо. Или у вас лифты так запрограммированы, чё он знает. Как-то это бредово просто выглядит. Ты уже... Ты достаточно часто спишь? Если не отдыхаешь, то не будешь чувствовать себя лучше. Отдых это важно, так что дать тебе вот это. Ну вот, всё-таки не зря бегаю, вещички можно собирать и так далее. Полезно. У меня есть мой покемон, и он носит Честа Берри. Когда я их заставляю спать, они чувствуют себя лучше и тут же просыпаются. Да, это хитрая тактика, кстати говоря. Правда, каждый раз нужно отдельную ягодку давать для этого дела. Но смысл в этом есть определённо. Да, хоть и не для меня. Итак, я заинтересованный. Ты знаешь, что такое заинтересованность? Это когда персона, которая заинтересована счёт всего, проверяет места, ничего не делает, и говорит со всеми людьми и так далее. Ну, видимо, это тот, как я, как раз, заинтересованный. Тоже бегал по всем этим углам и со всеми болтаю. Но что поделать хочется, интересно всё-таки. Побегайтесь. Ещё раз. Ох, минутку, небольшая задержка. Так, продолжаем. Тут довольно много, я смотрю, этих строений, наподобие вот этих бессмысленных офисов и так далее. В жилых домах, в жилых домах почему-то мы не бываем, только всякие офисы. Как-то это скудновато, но ладно. Ничего страшного. Вот, в принципе, и всё. Вот она уже и главная площадь. Можно сбегать в пустыню и поймать дару маку, но я сделаю тоже за пределами серии. Потом пока что. Так. Нам сейчас не за чем это волноваться. У меня есть совет для тебя. Если хочешь стать сильным, сражайся с большим количеством тренеров и знай своего покемона хорошо. О, добавилось ещё какая-то миссия. Если ты продолжаешь сражаться, ты станешь сильнее когда-нибудь. Ну ладно, ладно, это мы и так, конечно, знаем. Всё. Здесь всё же дальше находится выход в пустыню. Блин. Ёлки-иголки. Почему так срабатывает-то? Могли бы хоть как-то указать, что здесь переход находится. Это вообще абсолютно невидимо. Ну ладно. Город Кастелли, Центральная Плазма, впереди дорога 4. Вот как раз будет сейчас удобно из этой плацы продолжать изучать оставшиеся дороги. Тут, конечно же, немного, так что я надеюсь быстро управиться. Всё, но потом ещё канализация останется довольно большая. И полная всех интересных чудес. Ну-ка, что у вас тут теперь есть никого? Блин. Кастелли, окон города Кастелли – идеальный сувенир. Давным-давно наши покупки были очень популярны. Но сейчас у нас не так много клиентов. Но стена ничего не изменит. Мне просто нужно хорошо продавать их. Что ж, как насчёт Кастелли, окона? Всего 100 рублей. Давай сейчас 12 штук, разумеется. Спасибо за ваш бизнес. Возвращайтесь снова. Да, супер, супер, супер. И всё вроде бы на сегодня, да? Больше она не продаст пока что. Эй, что за урод ещё пришёл? Здесь есть магазин, который подаёт мороженое. Он хорош? И что, в чём прикол-то? Я могу двигаться уже или нет? Странно. Типа, это реклама была или вроде того? Ты купил бы всё, что у нас было на сегодня. Пожалуйста, возвращайся завтра, ага. В общем, да. Кастелли, окон – всё такая же хорошая вещь. Это очень дешёво, всего-то за 100 рублей в фулл-хилл, по сути, которая стоит 600 рублей в магазинах. Так что я сейчас получил очень большую пачку лечилок от всех болезней, так сказать, от оглушения и так далее. Короче, очень полезно сюда заглядывать время от времени, покупать ещё немножко по запасу на всякий случай. В городе Кастелли стадион представляет собой искусство Бёрга. Белые и чёрные драконы. Жаль на картины посмотреть нельзя, они все выглядят вон пусто, бессмысленно. Грех и деньги собещаются. Подарок. Двигающийся покемон. Ресипиент. Вечные идеалы. Погибший герой, или типа того. Уродливая правда. Забавная картина у вас, конечно. Вернее, не название. Два бытия, встреча, которая должна случиться. И что-то типа того. Вернее, не бытия, а существа. Да, да. Обычно мы представляем работы молодых артистов, типа того. Ладно. Я не так хорош, как артист, как Бёрг, но у меня есть склонность к картинам. Дай мне посмотреть. Сегодня я хочу нарисовать нормального покемона. Покажем ли такого покемона? Ладно, есть такой у меня. Патрат. Недавно я его притащил. Ох, у тебя есть такой тип. Я вдохновлён. Спасибо тебе. Как токен моей благодарности, какой ты хочешь взять? Ну, разницы, конечно, особо нету. Черри, Че, Стопечь, Раус, Раус. Может быть, Раус взять, он от огня лечит. Ну ладно, по-моему, у меня ещё Черри Берри не было. Ладно, спасибо. Хоть что-то на халяву, что уж там. Ах, ты лучший, возвращайся завтра тоже. Ну да, каждый день можно подбрать у неё по ягодке, видимо. Это хорошо, конечно, что есть такой возобновляемый источник предметов. Но смысла, конечно, для меня особого в нём нету. Всё вроде бы, да? Довольно скромное количество здесь всего интересненького. Ладно. Нам ещё нужно найти, где находится офис медалей, кстати говоря. Чуть не забыл про него. О! Старая добрая помойка. Куда я спрятал эти очки? А, я нашёл их. И ты, правда, имеешь больше света перед собой, о котором ты видишь. Возьми это, это поможет тебе видеть в тёмных местах. Флэш? Вау, спасибо. Интересно, он мне нужен в игре или нет, я уже не помню, честно говоря. Если используешь флэш, точность оппонента понизится. Если используешь его дважды, точность понизится в два раза. Потому что это означает больше света. Ну, спасибо, чувак. Ладно, подарки всегда хорошо, даже если они бесполезные для меня. Какая-то кафешка-забегаловка, здесь пивнушка. Красивая мелодия делает людей счастливыми. Грустная мелодия делает людей страдающими. Вот силы мелодии. Это мы знаем, конечно. Это твой первый посещение этого кафе, я прав? Пожалуйста. О, халява, хорошо. Вдай в это своего дорогого покемону. Ты прошёл весь этот путь сюда, наслаждайся. Слушай его играющим на гитаре. Я отправлюсь домой, когда я оставлю это всё дело. И моя мать будет плакать слезами веселья. Это матери для тебя. Что? Ты не можешь изменить свою семью, но ты можешь изменить, как ты общаешься с остальными. Всё ещё это говорят. Я позволил моей усталости, моему усталому уму расслабиться в этом кафе всё это время. Вообще, конечно, странно, что такое кафе находится в этой заднице. Хм, ну им, конечно, виднее, где вести бизнес. Ладно. И даже те же самые гопники стоят из первой игры. Они, видимо, здесь все эти два года стояли без перерыва. Эхе-хе, грин. Ты не можешь быть серьёзен. Я прав? Эхе-хе. Еха. Ее. Эй, ты. Дебилы, блин. Безполезные людишки. Ну и всё, кажется, осталась последняя улица города Костелия. Вот и хорошо. И самая главная улица, собственно. Мой элитый, мой маленький палпитот, просто обаятельнейший. Когда я устаю, прихожу домой уставший, он делает меня чувствовать себя лучше. Даже не хочу спрашивать, как он это делает. Хочешь стать сильнейшим, как тренером. Желание стать сильнейшим тренером, это хорошо. Ты можешь иметь хорошее время, играя с покемоном или работая с ними. Спасибо, Кэп, я потом не догадался без вас. О, это, кажется, есть офис медали, вроде бы, да? Если меня не изменяет память или нет, фиг его знает. Привет-привет, я официальный неймрейтер. Нет, спасибо, ладёшься. Привет, если ты хочешь, я помассажирую твоего покемона. Отлично. Деботу это как раз не помешает. Ладно, давай начнём. Немножко повысится дружба покемона. Вот, всё готово. Массаж сделал покемона немножко добрее к тебе. Извини, я устал от массажа. Возвращайся завтра. Ну, хорошо. Теперь ретёрн станет ещё сильнее. Ты не можешь изменить имя покемона, которое ты получил от кого-то. Потому что имя содержит желание персоны, который наименовал его. Детект? Чё, серьёзно, что ли? Называть покемона именем Мува? Деблизм. Я читатель чувств. Я слышал много о людях, которые проверяют чувства и используются гир. Ладно. Используя филинг-чек, ты можешь получить Sweetheart. Это хорошая вещь, правда? Sweetheart, окажется, шоколадная сердечка. Ну, в общем, для нас это особо не нужно. Ну-ка. Ага, вот он, Орликин, прячется здесь, оказывается. Отлично. Теперь они все найдены. Я из Орликинов. Ты нашёл Офис Медалей. Отлично. И всё. Ну вот. Теперь осталось только собрать уже награду. Награду за все свои найденные вещи. Здесь кого-то не хватает, как будто бы с этим столом. Наверное, того чувака, который выдаёт мне медали в Покет-центре. Обычно я секретно приветствую тебя. Секретно болею. Конечно, как член Офиса Медалей, я просто служу честно, на самом деле. Ты покажешь мне свою коробку медалей? Число медалей у тебя есть 10. Твой ранг это трейни-ранг. Гонка только началась. Ну ладно. Привет, есть кое-что, о чем ты хочешь спросить? Нет, спасибо. Ну и вроде бы всё, больше сделать нечего. Ну ладно. Всё равно медаль, конечно, это просто так шняга простенькая. Как очигменты. Так. И не стоит смысл... Нет смысла на них оттанкционироваться. Вау. Какая интересная машина здесь. Так, боюсь, что ничего интересного она мне не принесёт. Скорее всего, транспортация покемонов из предыдущих поколений, или типа того. Я работаю как ассистент Фенела. Здесь кое-что, о чем ты хочешь знать? Нет, спасибо. А, ну да-да-да. Dream World. Тоже об этом слышал. Привет, тренер. Моё имя Фенел. Я исследую покемонских тренеров. Игровая синхронизация — это важная часть исследования. Позволь мне объяснить систему для коллекционирования сейвов тренеров. Игровая синхронизация — это система, которая получает память спящих покемонов. Именно так можно собирать сейвы от всех тренеров в всём мире. Что ещё более важно, мы выучили, что если используешь синхронизацию, чтобы усыпить покемона, он будет иметь мечты, вернее сны. Тогда, когда ты пробудишь покемона, его сон станет реальностью, вместе названным Enterlink в середине региона Юнова. Шикарно, не так ли? Если хочешь, пожалуйста, оставь свой сейв-файл. Мой ассистент может объяснить детали, если тебе интересно. Пожалуйста, поговори с ней. Ты тренер? Ты используешь компьютеры в компьютерах, в пакетцентрах? Я Аммонита. Я работаю над системами хранилищ. Ох, у тебя есть палпата, Си. Ты можешь регистрировать своих друзей в твоём палпате. После твоей регистрации ты можешь связываться с этими друзьями через вай-фай. Ну, это, конечно, всё неважно, опять-таки, ладно, плевать, в общем. Вай-фай, 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 нет, пошла вон. Извините, но мне это всё бесполезно. Моя цель это проводить основную сюжетку игры, а не заниматься всеми дебильностями вроде вашего вай-фая и дурацких сражений, и прочих родителей, которые вы считаете весёлым дерьмом, всё. Ладно, всё, хватит мыть, нужно завершать с этим городом. Тут уже, кажется, осталось совсем немного, в том числе и наш драгоценный стадион. Ну, вот и он, кстати говоря. Но Бёрга вроде бы здесь пока что нету. Мда, всё к чёртовой матери перекрыто. Ну-ка, что нам объяснит этот чувак? Если ты ищешь лидера стадиона, Бёрга, он сказал, что здесь может быть проблема, и он убежал. Ты можешь поискать его, если хочешь. А? Бёрг снова убежал. О, Ириска, знакомое лицо. О, привет, Ирис. Что-то произошло, и Бёрг не здесь сейчас. Хм. Не всё время ли Бёрг занят, а? Он всегда говорит, что он имеет свою занятость как художника и просто блуждает за пределами стадиона. Привет там. Ты кто? Ищешь команду Плазма? Но команда Плазма была разбанена два года назад. Я полагаю, что это не важно. И у тебя есть проблемы, так что я помогу тебе. Хм, теперь где могут быть эти подозрительные люди? Именно так, они вот где они могут быть. Пью. Эм, хорошая идея. Бёрг и Ирис такие похожие. Похоже, что она пошла в угол за Покет-центр. Ты знаешь, где Покет-центр находится? Если продолжишь идти по улице, которая ведёт вокруг города Кастелия, это прямо там. Ну ладно, похоже, что мы начинаем продвигаться к чему-то интересному. Когда это идёт к любви к моим покемонам, я никому не проиграю. Я надеюсь, что это пройдёт через моего покемона. И типа того. Надейся. У меня есть куча зелий, с ними я могу стать лидером стадиона. Размечталась курица. Если бы у меня было 5 бейджиков, я мог бы покупать ультраболы. И вы тоже обойдётесь. Ладно. Всё, все улицы исследованы самого города. Но именно только улицы самого города. А есть ещё и канализация, опять-таки. Ну-ка. Сказано, она пошла за угол Покет-центра. Ну-ка, сейчас посмотрим, где она там спряталась. Так, курица... А, стоп-стоп-стоп. Да. Ты не посетил, тебе ещё нужно посетить места... Ого, ноль! Это означает, что ты завершил охоту на Орликинов. Поздравляем! Вот подарочек за это. Рейр Кэнди? Ну неплохо, что ж. Я, конечно, наделся на Амулет Коин, но увы. Ладно. Охота на Орликинов это путь, чтобы заставить людей любить город Кастелия. Вот почему мы щедро даём тебе мотоцикл вначале. Это лучший путь, чтобы прокатиться по городу. Продолжай любить город Кастелия. Город Кастелия, город Кастелия, город Кастелия. Мы идём. Ну что ж, приятно хоть иногда увидеть добрых людей, которые не дерутся с тобой, а пытаются тебе что-то дать полезное. Эй, пошли. Здесь находится пир. Пирс. Если ты собираешься искать подозрительное место в городе Кастелия, единственное место, которое приходит в разум, это... Улица Нероу. Здесь. Да? Ну ладно, посмотрим. Сюда, сюда, пошли, давай посмотрим. Всё такая же энергичная, несмотря на свои прошедшие два года. И даже не выросло такое ощущение прям. Такая же мелкая. Ты можешь зайти внутрь канализации отсюда. Что ты думаешь? Выглядит очень подозрительно, не так ли? Ну вижу, 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 всё. Отпускайте меня уже. Опа, прискакал, блин, откуда-то. Джон, ты нашёл команду Плазма? Нет. Ах, эти грязные покемонские воришки. Это означает, что единственное место, которое мы ещё не проверили, это... Джон, помоги мне. И улетел. Ого, канализация определённое идеальное место для вскрытия. Ну ладно, ладно, всё, оставайтесь тут, и я пойду воевать дальше. Как обычно. Ой, стоп, я забыл кое-что ещё сделать. Уже был сначала опросить этого чувака, что он думает об этой ситуации. Что? Ты хочешь зайти в канализацию? Ладно, но берегись диких покемонов. Кстати говоря, да, диких покемонов. Я забыл включить щит на защиту от них. Они же постоянно будут появляться здесь в темноте. Ну ладно. Джон, мне нужно, чтобы ты стал сильнее. Даже если я буду иметь проблему, разбираясь с ними самостоятельно. В любом случае, всё в порядке. Я позабочусь о лечении твоего покемона. Я рассчитываю на тебя, Джон. Ты готов идти? Да. Ладно, давай найдём команду Плазма. Ну что ж, теперь Хью будет как в четвёртом поколении. Другие персонажи лечили меня постоянно. Теперь будет Хью меня постоянно лечить. И драться мы будем тоже, собственно, с двумя покемонами за раз каждый раз. Да уж. Это, между прочим, неплохой опыт. Тем более, я могу подключать здесь своего Гроулита немножко, чтобы он был готов к битве. В общем, хорошая мысль, по-моему. Ну ладно. Его сервайн уже тоже, кстати говоря, неплохой от 20 уровня. Хорошо, что я с ним не воюю. То, мало ли, может мне пришлось бы потратить на него два удара, чтобы победить его, а не один удар. Такс, ну ладненько. Я бы, конечно, хотел здесь подкачаться пока, что пока есть возможность, так у меня есть халявный Хью. Так. Тем более, что так просто получается теперь, что я буду постоянно лечить и так далее. В общем, очень выгодно, по-моему. Ну ладно. В следующей серии я уже отключу спаун диких покемонов, конечно же. Извиняюсь, что это сразу не сделал, просто я забыл. Напрочь. Эх, ну ладно. Ничего страшного. Опыт тоже немножко пособираем. В определенный момент, разумеется, Хью меня бросит и убежит дальше, так что не стоит на него сильно рассчитывать. Еще тут есть другие места, которые нас могут заинтересовать. Вообще здесь довольно большой лабиринт в этом месте. И, конечно, задолбывает постоянно возиться с дикими покемонами. Серьезно, блин, у меня уже задолбали твари. Но придется, придется. Какое-то время, по крайней мере, именно в этой серии. Хотя, с другой стороны, серия еще примерно чуть больше половины только прошла. Так что ладно, уж, пожалуй, сейчас я перестанулюсь в секунду и отключу спаун диких покемонов. И уже будем исследовать это место до конца. И как только я узнаю, что Хью собирается меня покинуть, я прекращу серию еще раз. И буду заниматься прокачкой своих покемонов. По крайней мере, хотя бы Гроулитом нужно прокачать, я так думаю. Хоть немножко. Ну, наверное. Хотя, может быть, и не нужно. Черт его знает, даже сам не могу определиться уже. Ладно, сейчас продолжим. Я извиняюсь, вмешал тебе во все это, но я не могу простить команду Плазма. Ладно, ладно. Наш храбрый рыцарь. Ему бы точно подошла форма команды Плазма, которая была изначально храбрая и самоотверженная, пытающаяся освободить покемонов и так далее. Такс, ну ладенько. Здесь, кстати говоря, я смотрю, часть местности перекрыта, потому что здесь нет воды, видимо. Да, нужно как-то поднять уровень воды, и после этого мы сможем изучать все вокруг. Ага. Ну и пока что у нас, смотрю, есть еще и другая компания, с которой стоит немножко подраться. Гнутая ложка. Ладно, раз здесь находится команда Плазма, значит мы пока что сходим в другое место, разумеется. Ну, это же типичное правило. Иди не туда, куда тебе нужно, а в другую сторону, чтобы поискать все возможные вещи. Тем более, пока у меня есть такой халявный Хью, который меня лечит. Но драться с вот этими тренерами придется мне одному, к сожалению. Уборка требует много силы. Другими словами, я тренируюсь серьезно, чтобы убрать здесь все. Да? Только я давай не могу понять, а какой хрен он здесь вообще убирает что-то. Это же канализация, блин. Он тут ходит со шваброй и трет, все. Странная. Ну, может быть у него фетиш, не знаю, но у него канализации. Ох. О, это бесполезно, затея сама по себе. Хотя черт его знает, я плохо разбираюсь в инфраструктуре, и я не буду говорить, будто я что-то тут в этом понимаю. Ладно. По крайней мере, раз уж Хью меня подлечит, можно ничего не бояться, я так думаю. Ну-ка. Следующий. Надо подкачаться к... Я думаю, к стадиону нужно подкачаться хотя бы уровня до 30-го. Я думаю, этого должно хватить, чтобы разобраться... ...с лидером. Не уверен, конечно, но надеюсь на это. Посмотрим. Так. Упс, кто волнуется о побитых и поражениях? Здесь... Здесь только грязь на моем уме, или типа того. Когда ты убираешься, ты чувствуешь себя так, как будто это не закончится никогда. Работа для меня. Это означает, что я могу убираться вечно, а я определенно люблю убираться. Какой-то кошмар. А я вот не очень, честно говоря. Но приходится работать. Такс, ну-ка. Куда мы вообще бежим, интересно. Везде все перекрыто, везде тупики и прочая хрень. Ой, кошмар. Здоровенное место, ничего не скажешь. Просто задавливают массами народу. Люди здесь... Людям нуждаются... Людям нужны канализации, но что насчет покемонов? Возьми этот вопрос и возьми эту битву с этим. Эм. Но просто так и не ответил, зачем нужна покемона канализация. Может быть, потому что вы туда смываете труп покемонов, которые вам уже больше не нужны. Кошмар. Всякое может быть, всякое. Храбно. Сделай вид, что я этого не говорил. А то еще больше расстройсь. Из-за всей этой узурпации покемонов тренерами. Ладно. Надо воевать дальше. Воевать, воевать и воевать. Все равно у нас нету никакого выбора, к сожалению. Кроме как воевать постоянно. Левел ап. Так, неплохо. Здесь нет барьера между тобой и твоим покемоном. Спасибо, Кэп. Поскольку мы построили эту канализацию, все виды покемонов здесь собираются. Это как здесь нет привязанности между людьми и покемонами, не так ли? Ну-ну. В том и дело, что ничего у вас тут нет. Лицемеры жалкие. Ладно. Так, эта канализация, что ж, она не так воняет, как я ожидал. Действительно странно. Несмотря на то, что там вон всякая слизь и дерьмо тратит из труб, очевидно, прорисованная разработчиками заботливо. Да уж, тем не менее, это почему-то не мешает нам. Ладно. Пробежался и достаточно. Здесь вроде бы больше ловить нечего внизу. Но опять же, пока часть канализации перекрыта, мы ничего здесь не можем толком-то исследовать, к сожалению. Только так вот потихонечку бегать и посматривать по углам, что мы здесь где-нибудь могли интересненько бы увидеть. Я, конечно, извлечаюсь за все эти задержки, просто, ну, сами понимаете, вещи мне нужны. Я стараюсь их все собрать по возможности. Gotta catch them all, так сказать. А не, collect them all. Да. Хоть и того. Здесь, конечно, капец, какой лабиринт ужасный. Тут ориентироваться. О-о-о! Отличная реакция на маленького мальчика, ужасного мужика. О-о-о! Хе-хе-хе. Ой, кошмар. Ну ладно. Чего вообще здесь вы все делаете, фанализации? Шахтер, главное. Это же не просто работник, это шахтер, это же шахтерская каска на башке с фонарем. Странно это все. Ну ладно. Этому хотя бы хватит водного пульса. Без проблем. Хрязь. Ах, красота. Обожаю этот хруст. Я поиграл! Дебил. Не весело ли это, как... Не весело ли орать здесь в подземелье или туннеле, что делает твой голос эхом? Ну вы просто... Ну, видимо у вас очень скучная жизнь, что я еще могу сказать. Самое главное веселье для вас это орать, как бешеные. Так, только что у нас еще интересного. Доктор. Как доктор я исследую силу твоего покемона. Да? Я думал доктор должен лечить, а не исследовать силу покемона. Что-то бред. Ну ладно. Это что, он послушал покебол и бросил его в битву, что ли? Какие-то вы все странные, если посмотреть. Ужас. Чем только тут не занимаетесь все. Подопрятались тут и работники, и офисный планктон, и упорщики, и доктора. Все в канализации сидят зачем-то. Ой, что это? Это настоящий рисунок здоровья. Прежде чем ты пойдешь, позволь мне дать твоему покемону небольшой укольчик. Чувствую себя свободно останавливаться в любое время, когда твоему покемону нужно немножко, немножко ЛСД. Офига себе, этот чувак хорошо помышляет наркотиками, я смотрю. Ну ладно. О, левтоверс, хорошая вещь, кстати говоря. Мне, конечно, она не нужна особенно, и тем более затормаживает сильно прохождение. Целая куча токсинов находится в канализационной системе. Я думаю, я могу использовать их, чтобы сделать медицину. Так что я запускаю эксперимент. Если это сработает, я смогу использовать яд ядовитых покемонов, чтобы сделать различную медицину. Как интересно. Что-что-что-что, результат сегодняшнего эксперимента был... Сегодняшний эксперимент был успешен. Вот, возьми это суперзелье, которое я сделала. Вау, из чьей-то слизи она сделала суперзелье, круто. Я продолжу экспериментировать каждый день. Это важно, поддерживать все попытки. Возвращайся и увидишь, как это происходит. Ну ладно, спасибо, почему бы и нет. По крайней мере, пока со мной бегает мой верный хвост. Можно спокойно исследовать какие угоды уголки этой канализации. С удовольствием. Но здесь вроде бы больше нечего ловить, к сожалению. Ну ладно. Побегаем еще где-нибудь здесь. Что-то еще может быть спрятанного. Такого интересного. Хотя, опять-таки, да. Потом придется еще отдельно здесь перебегать все эти локации. По крайней мере, теперь, когда я отключил спаун диких покемонов, это стало гораздо приятнее. Впрочем, чтобы включить его, нужно просто сажать селект, если меня не изменяет память. И двинуться. Или верх плюс селект. Или б плюс селект. Или а плюс б плюс селект. Или селект плюс еще какие-нибудь кнопки. Или куб плюс э плюс селект. Ну а черт узнает, что мне нужно сажать. Фенс, короче говоря. Отключил спаун и хорошо. Он особо-то не нужен был мне. Вернее, совершенно был не нужен. Просто раздражает все эти бессмысленные драки. Еще с дикими покемонами. Прокачки хватит на тренерах. Вот еще до любительницы подраться. И выпить. Я исследователь, который изучает запахи здесь. Да? Какие тут можно запахи изучить? Запах дерьма разложившегося. Ну не знаю, чем тут занимаются все эти люди странные. Ладно, хрен с ними. Им виднее, чем тут сходить с ума. Это жесть, в общем-то. Ну ладно. Опять же, пока мою спиду прикрывает мой доблестный доктор, это все равно не проблема сражаться с кем угодно. Так. Хрязь. Если бы я хотел описать этот запах... Блин, не успел прочитать, как обычно. Ладно. Даже запахи, которые могут казаться вонючими для людей, являются парфюмом для покемонов. Да? Или, может быть, вы просто издеваетесь от покемонов таким образом. Эх, идиотизм. О. Только это подозрительное место. Здесь, скорее всего, что-нибудь будет интересненькое потом. Все еще, покемоны живут везде, не так ли? Может быть, может быть. Это серьезный вопрос. Ладно, пока что здесь ничего нету, и искать нечего, к сожалению. Только зря трачу свое время. И время зрителей тоже. Ну что поделать. Все-таки это все равно имеет небольшой интерес во мне. Бегать и исследовать. Ага. Икс Спешл Дефенс. Хрень, конечно, ну ладно. Лучше, чем ничего все-таки. Вот еще копеечку выручу на продаже всего этого парахла бессмысленного. Так. И тут еще тоже что-то перекрыто. Ну и вроде бы все, кажется. Пока что, по крайней мере, пока я все оббегал, я смотрел, тут вроде бы больше искать нечего особенного. Так, всякие мелочи, на которые не с чем отвлекаться. Пора идти и спасать мир, так сказать. Стоп, куда-то я не туда бегу, спасать мир, по-моему. Ошибочное направление для спасения мира. Ну-ка. Ну да, кажется, это где-то здесь было. Эй! Подожди минутку. Я уродил кое-что здесь. Подожди, пока я найду это. Тут кусок говна, а? Почему он стоит и не ищет это? Мразь поганая. Эх. Дать бы ему в зубы. Ненавижу тех уродов, которые блокируют мне путь. Вот, в самом деле, ненавижу, потому что это бессмысленно и тупо блокировать путь по такому тупой причине, как я ищу что-то там. Сволочек ретин, блин. Эх, ну ладно. Здесь ничего. Ну что ж, ладно. Думаю, всё-таки не стоит больше мучить моего друга, ему хочется идти на свободу, преследовать команду Плазма, и пора мне ему немножко помочь в этом деле. Хм. Или всё-таки отложить это на следующую серию. Может, даже не знаю. Ну, в принципе, неплохо сегодня побегали. И стоит немножко отдохнуть и подкачаться, опять же, здесь, на этих покемонах. Наверное. Хотя, может, и не стоит, чёрт его знает, даже сам не могу определиться пока что. Ладно, небольшой перерыв перед лицом команды Плазма. И с коробой с ней столкнёмся лицом к лицу ещё раз, ещё раз, и ещё раз, и ещё раз. Если ты не станешь сильнее, ты не сможешь защищать вещи, которые важны для тебя. Да, это хорошо сказано. Хью лучший райвал за всю серию покемонских игр, я считаю. Определённо в этом есть смысл. Ну ладно, скоро мы с ним продолжим наше бегание. Немножко, немножко отдохнём. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»